Хотим представить вам отчет учебно-привод практики по зоологии позвоночных млекопитающих. Выполнили бригаду четвертой группы Николаев, Деникуров, Рахманов, Ивреев. Актуальность изменения климата, которая приводит к изменению привычных температур и биотопа млекопитающих. Приводит к изменению хирургического характера и поведения млекопитающих. Цель изучить паун млекопитающих на территории местности Виланка. Задача изучить паун млекопитающих районного исследования. Определить виды, донесенных в красную книгу. Исследовать рацион питания. Исследовать размножение массовых видов. Глава 1. Методика и материал. Для того, чтобы изучить млекопитающих, например, сусликов, мы ходили по исследуемой территории Виланка в комбике. Нашли 28 нор сусликов и увидели 6 сусликов. И все сразу же вносили в полевой дневник и составили примерную карту в утренном участке. После этого мы закопали все норы землей, чтобы узнать, сколько жилых нор и нежилых. Первый день так закончился. На следующий день было раскопано 2 третья нор, а возле некоторых нераскопанных нор суслики прожили новые. Также появились 6 новых нор. Эти данные также были внесены в примерную систему, которую внесли как положение номер 1. Была выбрана одна система нор, в которой в дальнейшем мы раскопали для изучения. Были замечены 6 сусликов, предположительно, но их 15-20. Также нами были раскопаны 3 канавы с конусами. Это ловушки для узкочерепных полевок. Длина канавы 25 метров. 5 метров от двух краев основные конусы. Они были раскопаны рядом с озером Семьга, в сухом поле рядом с лагерем и в Березовом роще. На шесть конусов суток было поймано 0 особей. Мерки-классы, но... Это он на Руево. Главное второе. На территории Центральной Якутии Обитают такие животные, как волк, кахис, люпус, бурый мведь, урсус, арктус, росомаха, гула, гула, еще лось, алкис, алкис, косуля, каприолус, каприолус, длиннохвостый суслик, кектеус, индутатис. Обыкновенная белка, циурус, булгарис. Так, еще есть красно-серая полевка, клетриномус, руфолканус. Узкочерепная полевка, микротус глигалис. Полевка-экономка, микротус экономус. Андатра, андатра зебетикус. Мыш-малютка, микромус внутус. Так, заяц-беляк, лепус-тимидус. В ходе летней учебной практики нами были замечены лошади, разводимые человеком поблизости села. Так, около озера Семьга и села Иванка. Были найдены экскременты заяца-беляка около села Иванка и около озера Семьга. 14.06.15.09.47 15.06.16.16.04 соответственно. Во время проведения суточного мониторинга на озеро Арманово были замечены следы бурлого медведя. Также возле берега реки Лены 15.06.16.12.13 были замечены следы косуны. При изучении краткохвостных суточников 09.06.06.16.12.0 у их норм замечено несколько особей. Полевая мышь также замечена на местности села Иванка. Также возле озера Рахманово было замечено андатра 15.06.16.16.12.45 10.06.16.16 днем будет замечено бурлого медведя. На данной местности самыми распространенными представителями Микотайча являются длиннохвостый суслик и узкочерковая полевка. Длиннохвостые суслики, они в основном живут в плохих руках, полях, полянах, пологих склонах, поймах и напойменных террасах. Суслики, они живут оседлой колонии. Ихними живущими служат норы, которые они сами вырывают. Там норы у них бывают летними и стильными, то есть постоянные, зимовочные и временные. Рацион у них довольно разновразен, меняется по сезону и состоит из большого количества видов травянистых растений, особенно злаков. Травянистых? Травянистых. Первая бригада поймала суслика одного и при вскрытии были найдены зеленые фракции, то есть травянистые растения, а в пасте были найдены лепестки растения клевера по бочкам. Так, на исследовании территории мы скрыли жилую нору и составили примерный план их нори. Вот примерный план, вот входы. Есть лицо входов сразу. Ускочерпная полевка была взрядлами, становится в 11 месяцев, и ее перименность длится 25-30 дней. Ускочерпная полевка. Они преимущественно населяют степенные и поминные луга, паласы различных типов, берега водоемов, болода, клочкарники, кашни, попушки березовых и смешанных лесов. Селятся полониями, активно в течение 10 суток. Выжившими также служат неглубокие норы с множеством ходов и ездовых карт. Основные рациона в основном составляют зеленые части переносных растений и редко подлепляют ягоды и блюда. Размножение у узкочерпных полевок происходит с середины апреля до середины сентября. Первые рожавшие самки отмечаются 9-12 мая. Самки приносят до двух-трех пометов. Пометки в среднем 7-9,6 мая. Они рождаются голыми, спешками. Масса тела на мороженых около 1,6 мая. Грамма односуточных около 2,4 мая. На втором и третьем месяце они достигают разумеетов, примеров перезимовавших тросок. В заключении. В период исследований и наблюдений в окрестности огненности Ви-Ланка нами выявлено, что на данной территории обитают левящие виды некопитающих. Заяц, ляк, сворья, медведь, послуга, антадра, зубородук, селеницом и хабитарием, что связывает визуальные фиксирования и следует конечностей на подрежных территориях ближайших подъемов. Перечисленные представители фауны в основном является растительный ядный нор. Также нами раскопаны норы в земнохолостых шуфликов. В результате составлена схема нор. Данная популяция обитает в основном близ населенных пунктов и летних стоянках человек. Со слов местных жителей сусники являются одним из главных любителей сельскохозяйственных угодий в основном картофеля наряду с сускоочеретными полетами. В результате учебно-полевой практики позиологии позвоночных нами освоено теоретическое и методологическое части физологических исследований. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы. Вопросы. Карта есть у вас там? Карт есть. Вот карта нор. Чёрные это означает раскопанные? Чёрные это новые норы, которые появились на второй день С крестиками которые раскопаны? А белые полностью не раскопали Это называется карта Ну схема их Схема расположения Где расположено это? Это там на Илландии У нас там карта есть? Можно показать? Да У вас ещё презентация готова почти? Ну ха чёрные Белые. Это не часовые Это очень норы Моуллана Кулакхавла Моуллана Турта стоieran Ну вот да Женько. Питая.